В Удмуртии открылись международные парадельфийские игры. Сотни особых участников в Ужевске принимают особенно тепло. В республике считают мусорные тарифы. Глава гарантировал личный контроль. Ребенок утонул. Спасатели запрещают проверять на прочность первый лед. И ему было бы 99 к дню рождения Калашникова. На доме, где он жил, появилась мемориальная доска, а мы съездили на родину конструктора. Участников парадельфийских игр приветствовал Дмитрий Медведев. В официальном обращении председатель правительства пожелал особенным артистам победить себя и доказать, возможно, все. Международный конкурс проводится второй раз. В Ижевске такое событие впервые. Наш канал будет вести парадельфийский дневник и каждый день рассказывать о самом интересном. Итак, слово Елене Абуховской. Вот так с удмуртским колоритом встречают Ижевск участников и гостей парадельфийских игр. Первая площадка международного проекта посвящена научным достижениям в области реабилитации людей с инвалидностью. А это мастер-классы уже творческие. Специально на игры в Ижевск из Израиля приехал популярный танцор с нарушением слуха Амнам Данти. Он видит много дневных людей в аудитории. Он видит очень много мужчин, это новый опыт для него. Для него глухие люди в России, это первое, для которых он выступает. И все-таки главное торжество сегодняшнего дня. Церемония открытия парадельфийских игр пройдет здесь, в государственном цирке Удмуртии. К этому моменту подготовили многое. К примеру, установили специальный подиум на манеже, демонтировали первые ряды в зрительном зале специально для колясочников. К открытию игр подготовились даже повара. Борщ со сметанкой, три вида горячего. Что-то национальное есть? Да. У нас мы предлагаем почти каждый день перепечить различными начинками. Церемония открытия парадельфийских игр как визитная карточка региона. Инклюзивный фестиваль открыл наш фирменный «Италмаз». На сцену вышли знаменитые бурановские бабушки. Всего в церемонии участвовали две сотни человек. Парадельфийские игры – проект, который помогает создать общественный резонанс, открыть всему сообществу, а также новые грани сообщества с инвалидностью. Это классно, что есть международная вот такая платформа, площадка, но очень важно наполнить их жизнь внутри республики. И такие поручения даны. Мы посмотрим, что будет это по бюджету. Я надеюсь, в 2019 году продолжим эту работу. График конкурсных площадок, мастер-классов, репетиций в режиме нон-стоп расписан до конца недели. Елена Абуховская, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». 2019-й в республике станет годом здоровья. Об этом сегодня на аппаратном совещании объявил глава Удмуртии. По словам Александра Бричалова, тема здравоохранения сегодня вышла на первое место по количеству обращений и жалоб жителей республики. 90% объектов здравоохранения требуют капитального ремонта. Глава пояснил, средства будут заложены в бюджете Удмуртии. Плюс правительство намерено привлечь 2,5 миллиарда инвестиций. Кроме того, в проекте федерального бюджета, он сейчас обсуждается в Госдуме, для Удмуртии зарезервировано 540 миллионов рублей. Сегодня же на аппаратном совещании Александр Бричалов дал поручение главе Ижевск разобраться с ситуацией в Ленинском районе столицы. На уборку улицы и борьбу с мусором территории было выделено в два раза больше средств, но ситуация за год не изменилась. Тема мусора сейчас актуальна как никогда. Величина тарифа этот вопрос глава взял на контроль. Сообщил он об этом в ходе рабочей поездки в Шарканский район. Роман Вагинов продолжит тему. Свой рабочий визит в Шарканский район глава республики начал с этого юго-восточного микрорайона, где активно ведется жилищное строительство. Шарканцам буквально на пустыре здесь было выделено свыше 300 участков. Со временем появились спортивная площадка и детский сад. Мы здесь уже живем 7 лет. И учитывая то, что как мы начинали, у нас не было ни дорог, ни воды, ни газа, вообще абсолютно ничего. Но в сравнении уже с тем периодом, вот сейчас кажется, что мы живем уже вообще в раю. Микрорайон перспективный. Нужны еще и ясли, говорят жители. Глава Аутмуртии в курсе ситуации. Он сообщил, что в будущем году новый объект на 80 мест здесь обязательно будет построен. Чего не скажешь, вот об этом долгострое. Новое здание районного дома культуры, который год ждет строителей. Проект дорогой, но необходимый, объясняет глава района. Залы переполнены, не хватает места. Понятно, здесь новый зал предполагает 450 мест. И учитывая, что наш район, вы знаете, что и в культурном плане достаточно интересен. И желающих участвовать в этих мероприятиях, вот это актуально. Конечно, здесь проект хоть он и дорогой, но он правильный. Поэтому мы в одном месте сможем объединить несколько площадок. Найдем способ, чтобы привлечь средства для завершения строительства. Объект очень важен для района. Ну и в принципе недостроение должно быть в республике. Задачу поставила к столетию государственности. Удмуртия к 2020 году объект закончить. На встрече с главой Удмуртии жители задают самый актуальный сегодня вопрос про мусор. Сколько будут платить с нового года, когда заработает региональный оператор? Если у меня семья 4 человека, будет у меня в квартал где-то порядка 2 тысяч. Сколько я буду должен. 60 рублей и 2 тысячи. Вопрос в следующем. Если также раздельный мусор как-то будет организован или нет, какая-то нацеление, будет мотивация заниматься раздельным сбором мусора? На вопрос ответил заместитель министра строительства и ЖКХ. Именно это ведомство курирует тему мусорных тарифов. Мы проводим на сегодняшний момент проверку всех экономических расчетов. Безусловно, цифра будет низ. Насколько ниже, сейчас говорить сложно, но средний тариф в нашем регионе примерно около 80-100 рублей. Вот он где-то вот так вот ходит. Что касается раздельного мусора, на следующий год региональный оператор будет устанавливать пункты приема. Порядка тысячи пунктов он должен установить и так ежегодно. К тому же, с появлением контейнеров для раздельного сбора мусора, тарифы будут снижаться, сообщил замминистра. Глава республики сообщил, что тема тарифов на ТКО под его личным контролем. Роман Вагнов, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии первые жертвы тонкого льда. Трагедия случилась в деревне Нижняя Армясь Камбарского района. В местном пруду утонул первоклассник. Мальчик с товарищем вышли на лед и провалились. Выбрался только один. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спасатели напомнили, выход на лед сейчас смертельно опасен, потому сейчас самое время напомнить детям о том, прогулка и катание по водному зеркалу могут закончиться плохо. В каждом районе, в каждой деревне, в селе имеется пруд, который сейчас, в данное время, уже покрыт льдом. Толщина льда от 1-2 сантиметра – это крайне опасно при выходе, особенно детей, на лед. Лед опасен, проваливается без характерного трескания мгновенно. Безопасным считается панцирь толщиной не менее 7 сантиметров. Так, водоемы в Удмуртии промерзают обычно только к концу декабря. Кроме того, спасатели, если заметят, за выход на тонкий лед будут наказывать штраф до 2000 рублей. В Удмуртии жители могут бесплатно получить юридическую помощь. Консультацией занимаются специалисты сразу нескольких ведомств, в том числе проводят выездные встречи в районах, где за полчаса можно решить сразу несколько вопросов и сэкономить себе и время, и нервы. На одном из таких мероприятий побывал Александр Демидов. Несмотря на будний день, в здании Малопругинского ДК оживленно. В одном помещении юристы, адвокаты, судебные приставы, специалисты соцзащиты, налоговики. Каждый проводит бесплатную юридическую консультацию. Это очень удобно. Можно в одном месте решить несколько вопросов, объясняет житель села Игандокия. Мужчина зашел спросить про земельную налоговую льготу для бабушки и сэкономил себе время. Здесь подсказали просто, она говорит, старенькая уже, ей, говорит, полагается, льготная. Просто, говорит, вы оформите бланк. Ну, все, кажется, просто. А изначально посылали по предметам, идти в земельный, налоговый какой-то, еще куда-то. А здесь? А оказалось, очень просто. Просто написать заявление. За три часа консультации получили несколько десятков человек. Чаще всего селян волнуют земельные вопросы, оформление кредитов молодым семьям и правилам начисления алиментов. Бесплатная юридическая консультация – требования законодательства. На нее имеют право инвалиды, семьи с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты. Но вне бесплатной юридической помощи специалисты не отказывают никому. В случае, если люди подпадают под этот перечень, значит, оказывать им помощь, но эта категория, во всяком случае, в моей практике очень мала, а люди приходят и спрашивают, соответственно, и мы уже за практику взяли консультации бесплатно, если даже они не подпадают под эту категорию дела, оказывают бесплатно. Следующая такая встреча пройдет 20 ноября в Ижевске. Кстати, день, а точнее даже неделя бесплатной помощи проводится и в отделениях Роспотребнадзора. В Удмуртии на Всероссийской неделе сбережений дают уроки о финансовой грамотности. Но чаще всего люди приходят уже с конкретными проблемами. Ижевчанка Тамара Якимова взяла кредит на строительство бани в банке, а договор подписала не глядя. Я пошла к ним разбираться. Я говорю, почему вот так, говорю, такие проценты мне начислили. Она говорит, да, правила поменялись. В случае не единичный, признаются специалисты. За месяц в Роспотребнадзор обратились полсотни человек. Чаще всего, как вы говорите, на что жалуются? На навязывание дополнительных услуг при заключении договора страхования. Это страхование жизни и здоровья. Это, значит, передача коллекторам прав требований по договорам, если гражданин, не дай бог, не оплачивает кредит вовремя. Получить бесплатную помощь от специалистов Роспотребнадзора можно в течение всего года. Встречи проводятся в отделениях по всей республике каждый четверг с двух до пяти часов вечера. Александр Демидов, Юрий Дроздов, Василий Хохоряков, телеканал «Моя Удмуртия». Удмуртия отметила день рождения легендарного Калашникова. Курсанты и студенты 16 оборонных вузов России собрались в Ижевском техническом университете имени Калашникова. К памятнику оружейник возложили цветы. А в его доме по улице Советская, 21А, появилась мемориальная доска. В квартире на третьем этаже конструктор прожил больше 40 лет. Его коллеги вспоминали, что там у Калашникова был еще один рабочий кабинет. Я в его квартире был сотни раз за эти 15 лет. Ну и до этого я более полвека с ним. Были встречи, и когда к нему приезжали какие-то знакомые из руководства нашего военных ведомств, ну приезжали иностранные специалисты. Это событие, оно открывает вообще все мероприятия, посвященные столетию. И я просто с радостью хочу сказать о том, что эта доска на истинную память и на многие-многие годы. Мемориальная доска работы московского скульптора Владимира Курочкина, он же автор бюста Калашникова. Съемочная группа телеканала «Моя Удмуртия» специально к этой дате отправилась на родину Калашникова, на Алтай, в село Курья. Эксклюзивные кадры оттуда встречи с земляками изобретателя знаменитого автомата в репортаже наших корреспондентов. Сказочные красивые алтайские закаты они встречают сиди у костра на берегу речки Локтевки. Два закадочных друга, два пятиклассника Олег Еленцев и Сергей Цевма пекут картошку и мечтают о том, чтобы стать знаменитыми, как Калашников. А на кого еще равняться двум сырованцам из маленького села Курья? Я хочу быть похожим на них и изобрести какое-нибудь новое оружие. А ты кем хочешь быть по профессии? Ну, может быть, конструктором. Мы гордимся, что мы его земляки. На него здесь хотят быть похожими, кажется, все. И самое популярное мужское имя в Курье – Михаил. Село небольшое, жителей 3,5 тысячи человек, а знаковых мест много. Они популярны у туристов со всего света. Наталья Катаева, управляющая делами администрации Куринского района, лично курирует эти объекты. Я так горжусь тем, что я родилась в Курье. И то, что вот такие у нас знаменитые, у нас вообще уникальный район. У нас наш бренд Михаил Тимофеевич Калашников, который здесь родился. Когда рассказывают другим людям, мне просто завидуют. Эта улица – одна из центральных в Курье. С 1996-го носит имя Михаила Тимофеевича. Жительница улицы Калашникова Лидия Менщикова вспоминает. Когда было принято решение о переименовании, ее сын своими руками за неделю выстрогал этот указатель. Он наш. И наша улица. И мы живем на улице Калашникова. Он был такой очень добрый человек. Очень простой, отзывчивый. То, что нам запомнилось. У этого бронзового бюста в центре села всегда живые цветы. Памятник в Курье был установлен летом 1980-го, когда Калашникова присвоили звание Героя соцтруда. Анатолий Ромашкин, в то время председатель Курьинского райисполкома, показывает старые фотографии и вспоминает. На открытии съехался, кажется, весь Алтай. Из Ижевска приехал и сам Калашников. Волновались все. Особенно за полотном. А когда полотно упало, всем была интересна реакция самого Калашникова. Понравился ли ему памятник? Когда полотно упало, он подошел, по-моему, вот так, обнял. И он говорит, ну и как, я похож. Ну и публика-то сказала, похож. Он говорит, ну, хорошо. Одна из главных достопримечательностей Курьи – мемориальный музей Михаила Калашникова. Здесь собраны вещи и награды, рассказывающие о жизни конструктора. Кстати, музей располагается в здании, где раньше была школа, в которой учился маленький Миша Калашников. А напротив, через дорогу, церковь-знамение. В ней в 1919 году будущего изобретателя крестили. В советские годы здесь был дом культуры. Сейчас жители Курьи и всего Алтайского края всем миром воссоздают храм. Его реконструкция завершится ровно через год, к столетию со дня рождения Калашникова. Елена Галимулина, Дмитрий Вороновнин, Илья Дериндяев, телеканал «Мэйудмуртия». На этом у нас все. Удачи вам и до встречи. Время утепляться. Красиво, качественно, недорого. Огромный ассортимент зимних курток на ярмарке, верхней одежды. Найти свою, ту самую, что согреет в морозный и зимний день, смогут все желающие. Тем более, что здесь самый широкий размерный ряд. От миниатюрного 42-го до солидного 72-го. Мы привезли более 3000 моделей разного стиля, разных фасонов, разных цветов. Ассортимент у нас будет обновляться практически каждую неделю. Вся представленная верхняя одежда российского производства. Теплые ее делают современные искусственные наполнители. Холофайбер, синтепон, кинсулейт, биопух. Они ничем не уступают натуральному пуху, а в чем-то его и превосходят. Не вызывают аллергию и очень просты в уходе. Изделия из них легкие, хорошо сидящие по фигуре. Несмотря на то, что он окажется достаточно тонким, у него такой специальный подклад, который можно даже продемонстрировать. Здесь слой полотна из верблюжьей шерсти и слой синтепона. Очень тонкий, при этом очень теплый вариант. Еще один бонус для покупателей – это стоимость зимних курток. Как любые женские и мужские модели, независимо от наполнителя, разной длины, все по фиксированной цене – 4500 рублей. Те, кто уже посетил ярмарку верхней одежды, оценили ее преимущество и сделали свой выбор. Пришли за зимней курткой. Выбор большой. И фасоны разные, и цвета. Легкая, теплая. Цена очень хорошая, качество тоже замечательное. И очень выбор большой. 3000 моделей доступны всем жителям Удмуртии. Ярмарка верхней одежды работает ежедневно, без обеда и выходных, с 10 утра до 8 вечера в самом центре Ижевска по адресу Пушкинская, 235. Продолжение следует...